МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир пятого канала продолжает выпуск новостей. В студии Алексей Кузнецов. Здравствуйте. В Петербурге продолжает работу международный экономический форум. На третий день запланированы десятки деловых встреч и переговоров. Какие мероприятия станут ключевыми, мы узнаем у нашего специального корреспондента Игоря Максименко в прямом эфире. Игорь, здравствуйте. Пожалуйста, вам слово. Программа заключительного рабочего дня Петербургского международного экономического форума вполне могла быть более легкой, не такой насыщенной. Все-таки главные события уже произошли. Но, тем не менее, запланированных мероприятий на сегодня довольно много, целых 10. Все они важны и серьезны. И начались необычно рано, в 8.30 утра. Первыми встретились представители фармацевтической индустрии. Они размышляли о проблемах развития отечественного рынка лекарств. Надо отметить, что проблемам здравоохранения на нынешнем форуме уделялось довольно много времени. Так, времени и внимания. Так, в рамках ФОП в 2015 состоялось заседание Попечительского совета Фонда поддержки слепо-глухонемых. Людей, которые лишены практически всех контактов с внешним миром, в нашей стране долгое время будто бы не существовало. Но, к счастью, сейчас им начали помогать. Причем на очень серьезном уровне. Надо отметить, что в Совет Фонда входят представители администрации президента и главы крупнейших российских государственных корпораций. Самая главная задача – адаптировать людей, лишенных зрения, слуха и речи, к нормальной жизни. И успехи уже есть. За последний год созданы отечественные брелевские переводчики, навигационные системы и всевозможные коммуникационные приспособления. Трости, бейжи, специальная коммуникационная перчатка. Теперь задача подготовить специалистов-переводчиков, людей, которые способны одними касаниями передавать информацию своим подопечным. Мы цивилизуем наше общество. Это то, как мы должны относиться к людям с ограниченными возможностями. И, может быть, это значительная часть той миссии, которую мы выполняем. Сегодня стоит отметить утреннюю дискуссию о проблемах отечественной IT-индустрии. На отрасль эту, безусловно, повлияло изменение политической и экономической конъюнктуры. Работать стало сложнее, но зато появились новые перспективы. Именно поэтому представители IT-бизнеса сегодня размышляли, как им двигать свое дело дальше. Как поддержать экспортеров и как сделать более привлекательным отечественный рынок для международных игроков. Ну и, конечно, сегодня настало время подводить итоги форума. Первые заявления уже прозвучали, и я спешу ими поделиться. Приехали лучше мы, выдающиеся экономисты, известные политики, эксперты. Это говорит о том, что кто бы какие попытки ни делал в изоляции России, это не проходит. Все понимают, что Россия – это важная мировая держава. Россия – это крупный перспективный рынок, это огромные возможности для введения бизнеса и инвестиций. Поэтому интерес к России нисколько не снизился, а наоборот. Официально свою работу Петербургский международный экономический форум закончит через два часа. Настанет время снимать галстуки и ослаблять воротники, и готовиться к переезду. Ведь в следующем году ПЭФ пройдет на новом месте, в пригороде Санкт-Петербурга, на Пулковских высотах, в специально построенном экспо-форуме. Так что в следующем, в 2016 году всех нас ждет новоселье. Алексей. Спасибо, Игорь. Напомню, с нами на прямой связи из Петербургского международного экономического форума был специальный корреспондент Игорь Максименко. Ну а второй день Петербургского международного экономического форума накануне завершился далеко за полночь. Участников саммита поприветствовал Владимир Путин, который подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству и взаимовыгодным партнерским отношениям со всеми странами. Мы знаем, где так называемые узкие места и стараемся последовательно расшивать, решать эти проблемы. Выявляем лучшие управленческие практики в регионах самой России. Смотрим, что делается в мире. Распространяем эти практики на... Стараемся, во всяком случае, распространить эти практики на все субъекты Российской Федерации. Российский президент провел и ряд встреч с политическими лидерами. Одной из главных тем стала ситуация на Украине. Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения Запада и Киева, что на востоке Украины присутствуют российские войска, и призвал международное сообщество оказать давление на Киев в вопросе соблюдения Минских соглашений. Ну а позже, на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, Владимир Путин подчеркнул, что в условиях санкций особенно важно поддерживать и развивать экономическое сотрудничество с ближайшими соседями. И Киргизия остается одним из важнейших партнеров России. Я уверен, что эти все тенденции будут преодолены, а планы, которые мы с вами имеем по развитию наших отношений, будут реализованы. Мы выйдем, безусловно, на тренд такого постоянного позитивного развития. А уже за полночь Владимир Путин встретился с представителями ведущих мировых информационных агентств. Такие встречи с журналистами уже стали традиционными в рамках петербургского экономического форума. Один из первых вопросов, с которым обратились к российскому президенту, а что будет после ареста российского имущества в ряде европейских стран? Мы будем защищать свои интересы. Что касается этого разбирательства, то наша позиция известна. Она заключается в том, что по вопросам и по делам подобного рода ГАСКИ арбитражный суд имеет компетенции только в отношении тех стран, которые подписали и ратифицировали энергетическую хартию европейскую. Россия не аратифицировала эту хартию, поэтому мы не признаем юридикцию этой судебной инстанции. И будем доказывать это в установленном порядке через судебные процедуры. На вопрос об усилении враждебной риторики между США и Россией Владимир Путин отметил, что это не означает увеличение риска ядерной конфронтации. Однако, подчеркнул президент, Россия защищает свои интересы и обязана отвечать на действия Запада, направленные против Москвы. Дни годы как по масштабу, так и по насыщенности научно-деловой и демонстрационной программ. Участниками масштабной выставки стали более 700 предприятий и организаций, проведено более 90 круглых столов и представлено свыше 7 тысяч экземпляров вооружения и военной техники. Основная задача форума, который впервые полностью организовала и провела Минобороны, показать лучшие образцы российского вооружения и перспективные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Причем демонстрировались не макеты, схемы и чертежи, а реальные образцы вооружений. И со своей задачей военное ведомство справилось. В мероприятиях форума приняли участие представители более 70 стран, в том числе 38 официальных делегаций. Для осмотра были открыты все экспозиции, расположенные на территории Конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации, а также сухопутные, водные и авиационные кластеры в Алабине и Кубинке, где при полных трибунах прошли 8 динамических показов представленных образцов техники и вооружения. За три дня в подмосковной Кубинке побывало свыше 200 тысяч человек. Дилан Руф, который обвиняется в убийстве девяти прихожан в церкви Чарлстона, планировал открыть стрельбу в городском колледже. Это стало известно следствием после беседы с друзьями обвиняемого. За неделю до совершения преступления в разговоре с приятелями Руф заявил, что намерен устроить массовый расстрел в кампусе учебного заведения. Его слова знакомые серьезно не восприняли, однако на всякий случай спрятали пистолет, который Руф хранил в автомобиле. Примечательно, что оружие молодой человек получил в подарок от родителей. Мы забрали у него пистолет и спрятали его в вентиляцию, а его подруга, которой мы все рассказали, сказала, что вряд ли Дилан собирается стрелять. И мы отдали ему оружие. Напомню, 17 июня вечером 21-летний Дилан Руф открыл огонь во время службы методистской церкви Чарлстона. Жертвами преступления стали шесть женщин и трое мужчин. Сейчас молодой человек находится под стражей, его обвиняют в убийстве и хранении огнестрельного оружия. Свою вину он признал. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть на расовой почве. В Петербурге накануне прошла генеральная репетиция бала выпускников «Алые паруса». Если артисты, пиротехники и режиссеры спокойно отработали свою программу днем, то команде парусника пришлось дожидаться захода солнца. Для репетиции выхода знаменитых «Алых парусов» на несколько часов раньше развели мосты. Чтобы детально отработать выход в него, корабль совершил несколько маневров в акватории. Команда была максимально сосредоточена, ведь уже предстоящей ночью выход судна станет кульминацией самого масштабного праздника выпускников страны. Театрализованное представление, выступление популярных исполнителей, пиротехническое шоу – это лишь немного из того, что приготовили организаторы праздника. В этом году «Алые паруса» посетят десятки тысяч гостей из разных стран. Одних только школьников – около 80 тысяч. Впервые на Дворцовую площадь приедут выпускники из Крыма. Эксклюзивная трансляция грандиозного шоу в прямом эфире на пятом канале. Не пропустите. Ну а в Москве главный выпускной бал страны уже прошел. 6 тысяч школьников, показавших выдающиеся успехи в учебе, собрались в Кремле. Это золотые медалисты, победители олимпиад и конкурсов. По традиции торжества начались с возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Дальше юноши и девушки прошли по красной ковровой дорожке в государственный Кремлевский дворец, где для них приготовили грандиозный концерт. А до этого состоялось вручение премии всероссийского конкурса «Выпускник-2015». Завершился праздник салютом на Красной площади. Никита, Никита! Это была программа «Сейчас». Хорошего дня и до встречи на пятом.